Сегодня, друзья, мы смотрим на беспроводной передатчик видеосигнала Aksun Cineview Nano, который может распространять ваш видеосигнал по беспроводу на сразу четыре устройства, таких как мобильные телефоны или планшеты. Посмотрим! Всем салют, друзья! Меня зовут Олег Никитин, вы на канале No Limits On. Итак, что вы получаете в комплекте? Вот само устройство. Здесь у нас есть держатель для телефона, он вот такой прикольный, его можно раздвинуть, сюда кладем телефон и она задвигается обратно. Здесь есть четвертью дюйма резьба, что удобно, и вы можете вообще его не использовать, потому что мозги у нас все находятся вот в этой части. Здесь у нас HDMI-вход, также вход для 5-вольтового USB-C, можно по USB-C запитать, и есть выход 5 вольт, то есть от NPF-ки можно дальше куда-то 5-вольтовое питание подать. Есть еще дисплейчик, кнопка включения, и на дисплейчике отображается статус сопряжения с устройством, а также время работы от батареи, индикация батареи. Еще вам заботливо кладут вот такой вот мониторный крепеж, не знаю, в общем его можно наклонять, он сделан из алюминия, классная штука, я бы сказал даже незаменимая. Понятное дело сюда встают NPF батарейки, время работы от батареи просто чудовищно большое, даже на самой маленькой батарейке пару-тройку часов проработает легко. И еще в комплект вам кладут специальный переходник на стабилизаторы от DJI, вот такой RS2, RS3 поддержатся. Снизу, там где у вас крепится камера, под ней получается будет крепиться данное устройство, и можете раздавать на 4 смартфона или там планшета картиночку в Full HD до 60 кадров в секунду. Получается все, что вам нужно сделать, это просто закрепить вот это устройство на камере, засунуть сюда HDMI-кобелечек полноразмерный, и все. То есть вы можете либо по беспроводу передать на телефон, который находится прямо вот здесь, либо же вы можете по беспроводу на другие 4 устройства раздавать где-то в пределах 500 футов. Мы сейчас будем делать тест дистанции и посмотрим, насколько на самом деле хорошо и далеко отбивает этот сигнал. Итак, друзья, как вы видите, у нас сейчас на телефоне отображается картинка, не смотри, что он немножко странный, давайте задержку посмотрим. И мы сейчас будем с вами делать тест дистанции, погнали. Ну что, друзья, пойдем, будем смотреть. Кстати, задержка совсем небольшая, я себя вижу, здесь ходят люди туда-сюда, поэтому если я отойду дальше и меня будет видно плохо, то кто-нибудь обязательно пройдет мимо, и мы поймем, что все работает. Ну вот сейчас я отошел довольно-таки далеко. Давайте повернемся. И вот так ногой хоба, все работает, отлично. Здесь у нас метров, не знаю, там 25-30. Заявлено сильно больше, будем смотреть. Будем отходить, я все еще себя вижу. Надеюсь, сейчас кто-нибудь мимо начнет все-таки проходить, чтобы вы поняли, что все-таки все работает. Ну что, я себя вижу или нет? Пытаюсь понять, где я есть-то. Страшно камеру оставлять. Сигнал лосс. Ну вот и все, друзья, в принципе нормально. Пойдет. Также, друзья, само приложение Exun позволяет вам мониторить картинку с целой кучей приятных дополнительных функций, такие как False Color, Zebra, Disquise Anomorfo и так далее. Я про это рассказывал в своем обзоре на Exun Simu 4K, и поэтому сейчас предлагаю вам просто посмотреть кусочек из того ролика, я там прохожусь по всем функциям. И, друзья, давайте слева направо прям пробежимся по функциям. Во-первых, у нас есть черно-белый режим, цветной режим, и также у нас есть гистограмма. Кстати, гистограмму можно просто схватить пальчиком и перетаскивать, куда вам удобно. Это вообще очень здорово. То же самое касается инструмента RGB Parade, то же самое касается и виктороскопа. Здесь у нас фокус пикинг, который также отлично работает. Давайте даже покрутим немножко фокус. Ну вот, видите, все отлично работает. Кстати, задержка сигнала практически такая же, как на любом другом HDMI-мониторе, поэтому работать вполне можно, фокусироваться без проблем. Лутики сюда можно загружать якобы свои, но я не пробовал, у меня в камере есть лутик. Ну, в общем, скорее всего, это можно спокойно сделать. И когда я нажал на лутики, вы обратили внимание, что у нас появилась вот такая менюшка, в которой мы можем редактировать и параметры каждого из данных предложенных инструментов. Скажем, у нас есть зебра, и по ней мы можем выставить, например, не на 72% ее поставить, а, скажем, на 33%, и тогда, когда мы включаем зебру, у нас появляется она практически везде. Можно настроить, можно сказать, каждый параметр. У нас есть false color с обозначением единиц, IRE, так называемых. Далее у нас здесь есть, друзья, с вами отображение уровня звука. Далее у нас соотношения сторон разнообразные. Ну, давайте вернемся к нашему любимому, никакому. Дисквиз анаморфотный, тоже здесь прям все, что может понадобиться. Дальше правило третей, дальше, соответственно, вот это, по-моему, сделать, что это у нас контр... А, это HDR-режим. Далее у нас флип картинки, вот такой. И далее мы можем посмотреть различные оверлей, то есть это можно сделать картинку и потом посмотреть, как она была сделана при наложении оверлея. Далее, если мы зайдем в настройки, вот маленькая кнопочка с настройками, она как раз вызывает вот эту менюшку, в которой мы можем параметры все эти настраивать. То есть у нас может быть настроенный цвет и количество, там, допустим, если мы включаем правило третей, вот мы его можем сделать белым и с большим количеством, там, потолще, потоньше эти штучки сделать. Далее у нас есть кнопка записи, то есть мы нажимаем вот сюда на iOS, внизу у нас показывается, сколько времени осталось и, собственно, сколько идет дубль. И он прям в живом, в live, как говорится, показывает, сколько у нас осталось памяти на телефоне. Далее, если мы зайдем в нижнюю правую менюшку, то здесь мы посмотрим, какой битрейт будет. То есть это на передачу сигнала битрейт, это мы можем сделать именно для live трансляции. Здесь есть кнопочка live, можно сделать прямую трансляцию, прямо откуда-то из полей, как говорится. Ну, не знаю, кому это сильно нужно. Вероятно, она будет работать стабильно. Денис с канала Budget Filmmaker, Дэн, привет, делал тест на первом CIMO. И что-то там не очень все хорошо было, поэтому это скорее так, плюшка-приколюшка и не более того. Ну, а здесь можно уже зайти и выбрать, какие конкретно у вас инструменты будут отображаться в верхней панели, а какие не будут. Лутик для калибровки можно подогнать. Ну, и, в общем-то, здесь все достаточно просто понятно. Есть еще Frame.io, я им тоже не пользуюсь, кому надо, тот знает. И можно загрузить это еще в облако. Но, опять же, я не пользуюсь, кому надо, тот знает. У нас отображается заряд батареи и отображается слева внизу, какой у нас input. То есть мы сейчас снимаем 4К 25 кадров в секунду. Если вы поставите в камере 4К 50, картинку он не выдаст. Придется вам в HDMI переставлять настройки на Full HD, чтобы картинка отобразилась. К сожалению, только так. Итак, друзья, подытожим. Система максимально простая, максимально легкая, что очень удобно, потому что вы не нагружаете себя дополнительными обвесами и супергромоздкими гаджетами, такими как видеосендеры. И можете спокойно мониторить картинку на сразу 4-х устройствах. Если вы хотите отдать картинку режиссеру, оператору, еще кому-то, не знаю, клиенту, то это классное решение, которое стоит недорого, в районе 130-140 долларов. И я думаю, что такое иметь в своем комплекте очень даже можно, если у вас нет полноценных сендеров, или вы не хотите таскать с собой 2 сендера, больших, тяжелых, а просто вот такой компактный вариант, и сразу слать это все дело на телефон. Конечно, есть у нас еще и Monitor Plus, но он только на одно устройство может раздавать картинку. Это тоже своего рода ограничение, поэтому я смело могу рекомендовать данный продукт от компании Exxon. И если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете их задавать мне в комментариях к этому видео. Если оно вам понравилось, жмите лайк, подписку и колокольчик. А вот здесь я вам предлагаю посмотреть мой обзор на Exxon CMO 4K, который делает из вашего смартфона полноценный мониторище. Давайте так скажем. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующем ролике, друзья. Пока. Берегите себя. Не вовремя сглотнул. Пока.